Что это делает отцовство вообще, отцовство слабым в его глазах. Что Бог не совсем всемогущий, что Бог часто отказывает, что Бог вообще почти всегда отказывает. А Бог будет не до конца Богом, если Он не покажет свою состоятельность. А как же у ненасытимости две дочери? Это трагедия. Мы хотим, как Иисус, быть везде. У многих людей был хороший план в процессе, но они закончили плохо. И тебе нужен план на финал. И я стараюсь жить финалом своей жизни. И я хочу в финале жизни видеть хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина своего. Моя мечта. Цель, видение, план как угодно. Друзья, я хочу пригласить вас на программу «Мышление царства». Это моя авторская программа, в которой я собрал весь свой опыт в бизнесе, служении и финансах. Основная ее задача – переключить ваше мышление с состояния убытка и стагнации в состояние роста и изобилия. Пройдя эту программу, вы научитесь разбираться в финансах и вырастите в доходе. Найдете рычаги для роста и масштабирования. Разберетесь со своим призванием, миссией и служением. Эта программа не только для предпринимателей. Она подойдет тем, кто работает в найме и самозанятым. А также она идеально подойдет для лидеров и служителей церкви. Более тысячи людей прошли наше обучение и кратно выросли в доходе. Нашли свое призвание и умножились в бизнесе и служении. Я решил подарить вам доступ к одному из уроков «Мышление царства». Посмотрите его, и тогда многое в вашем мышлении и бизнесе изменится. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok «Лекция о Боге». Это не совсем проповедь, это такой формат, который подходит и церковным людям, и вообще не церковным. Одна из проповедей называется «Я есть Омега». Это как раз про то, что вы говорите, что для многих людей Бог – это альфа. Вы знаете, ты начал, Бог и так далее. Есть такое интервью, кстати, с Родзинским. Вот, Познер брал у него, и он говорит, не важно, как человек жил, важно, как он умер. Потому что разбойник висел на кресте, один как бы вот так умер, а другой вообще по-другому умер. Они оба разбойники, они оба прожили не совсем качественную жизнь, но финал, как бы определил, он говорит, ныне же будешь со мной на небесах. Кто ваш пастор сейчас, ну и вообще всегда, кто ваш пастор? Что это за человек? Вы часто говорите, у меня есть пастор, у меня есть пастор. Ну, священническая семья Сергея и Маргарита Синокосовой. Я родился свыше в их служении, был воспитан ими, был послан на библейку в Тольятти. И опять же, это было божественное провидение, потому что я должен был ехать в Благовещенск. Это был четкий план, но Бог сказал пастору Сергею, что меня нужно в Тольятти переориентировать. И это было жесткое послушание для меня, потому что рухнуло окончательно все, что я спланировал. Но это был Божий план. И он до сих пор мой пастор, и Маргарита до сих пор моя пастор. Это священническая семья до сих пор, и я верю навсегда. Но находясь в Тольятти как миссионер, какое-то время, это примерно три года, я был под властью пастора по местной церкви Толь. Духовное отцовство я сохранил в своем сердце за Сергеем и Маргаритой, но не более того, я был полностью под властью и в подчинении того пастора, в церкви которого я служил как миссионер. А потом, по стечению обстоятельств, так случилось, что нам пришлось с Юлей взять ответственность за новое служение. Мы этого не хотели, и я евангелист по дару, такому одному из первых и ярко выраженных в моей жизни. Я хотел идти в народы, просто приводить грешников к Иисусу, наслаждаться чудесами, которые Бог творит, и я это делал постоянно на улицах. Но Бог решил, что надо так. И мы в смирении 17 лет назад приняли этот вызов, и вот на следующей неделе мы будем праздновать 17 лет нашего служения. У нас прекрасная церковь, потрясающая команда мечты, и все эти люди, они невероятные просто, которые окружают нас. Каждый из них — это эксклюзив. Это просто настолько хантмейд со стороны Господа, и невероятная щедрость его к нам. Я могу точно сказать, соло грати, а я вообще к этому не прикасался. Это абсолютно благодать. У нас в середине интервью такие самые пиковые вопросы. Градус то повышается, то поднижается. Вы называете себя апостолом. Как вообще человеку стать апостолом, и почему вы апостол? Я признаю, скорее, а не называю. А никто не может называть себя, если не дано ему свыше Богом. Когда мы начали знакомиться с мировым пробуждением, и в том числе с пророческой культурой, мы вдруг начали слышать по всем точкам пробуждения, в которые нас Бог посылал, и от божьих людей, и, во-первых, от пророков, и пророческих людей, в их молитвах за нас, что мы апостолы. И для русской культуры, протестантской церкви, которая построена в основном на пасторском даре, хотя мы все верим в пятигранное служение, что пять даров христовых — это апостолы, евангелисты, пасторы, учители, почему-то мы, по какой-то причине, мы упускаем возможность существования современных апостолов. Хотя, безусловно, признаем пасторское служение, безусловно, признаем учительские дары, где-то признают пророческие дары, но почему-то не признают апостольские дары. И нам тоже приходилось нелегко. Во-первых, с этим нужно было разобраться, кто же такие современные апостолы. Давайте разберемся чуть-чуть, это очень интересный вопрос. Во-первых, апостол переводится как посланный, глашатый, посол, представитель. Человек, у которого есть какое-то послание, для какой-то определенной аудитории. Апостол — это не просто проповедник. Апостол — это человек, у которого есть определенное задание, ключевое задание от Бога, которое, современным языком сказать, упаковано и подписано. У тебя есть прекрасная книга «Бизнес по-честному», а у меня есть послание. Пока нет книги, потому что я ленив в этой части. Я вам помогу. Есть практические способы, как написать книгу быстро. Знаете, как есть эта книга, как работать, как стать миллионером, работая четыре часа в неделю. Вы сейчас расскажете, как стать апостолом, а я вам расскажу, как написать книгу быстро. Когда у тебя появляется послание, когда Бог наделяет тебя посланием, Он начинает открывать тебе дверь, чтобы это послание распространялось. И ты ничего не можешь с этим сделать. Тебе нужно войти в послушание. Тебе нужно принять эту миссию. И апостол, как дар Христов, вместе с пророком, это дар основания. Библия говорит, что церковь строится на основании апостолов-пророков или на фундаменте. То есть на самом деле апостольское и пророческое служение, хоть оно и звучит пафосно, или как бы громко звучит, но на самом деле это дар, который должен быть незаметным. Задача пророка и задача апостола, приехав в поместную церковь, встать под поместного пастора, стать фундаментом, на котором будет видно то строительство, в котором участвует уже поместный пастор. То есть поставить плечи своим посланием, чтобы поднять пастора выше. При этом ты остаешься вот в этой невидимой части церкви. Мы не замещаем пасторов, мы не становимся громче их, мы не становимся приятнее для людей, чем они. То есть моя задача не посеять в церкви токсичные вещи. Моя задача не влюбить церковь в себя. Моя задача, упаси Бог, не расколоть церковь или переориентировать церковь на себя. Нет ни одной церкви в России, которую я расколол. Нет ни одной церкви в России слабостью поместного пастора, где я бы воспользовался в своих целях. Но есть много церквей в России, которые я отправил домой к своим духовным родителям, которым я предложил остаться в форме общения, но никоим образом не в форме содружества. Или тем более, чтобы они променяли свою существующую над ними духовную власть на мою. Я не хочу давать христианам шанса на прелесть. В православной церкви есть прекрасный тезис, прелесть. Мне он нравится. У нас это называется обольщение. Я думаю, что апостольское служение, без него невозможно вообще пробуждение в том виде, в котором его видит Бог. Потому что без участия апостолов в том молитвенном собрании в Горнице, в книге Деяний во второй главе, вряд ли произошло бы сошедствие Святого Духа. Потому что апогеем сошедствия было явление языков огня на апостольских людях. И именно они начали вот эту работу по созданию той церкви, о которой Иисус сказал, врата ада ее не одолеют. При этом мы оставляем абсолютное право каждому верить или не верить в это. Нам тяжело пришлось поверить в это. Пробиться сквозь епископальную систему, пробиться сквозь пастырскую структуру и поверить в то, что этот дар актуален и сейчас. Для меня это тяжелый труд. И называть себя, я подтверждаю, говоря о том, что я в апостольском служении, я подтверждаю то, что обо мне неоднократно сказано апостолами и пророками, которые под водительством Святого Духа распаковали в нас этот дар для российского и не только возможного и, скорее всего, пробуждения. Потому что те пророчества, которые мы о себе слышали, и это не дает тебе новые погоны, это не возносит тебя над народом Божиим, это делает тебя слугой другого порядка. Потому что мне легко остаться без хейтеров. Мне просто нужно отказаться от посланий. Но это не та цена, которую я готов платить. Я легко могу уйти в тень. Мне просто нужно свернуть свое послание и просто стать хорошим проповедником. Или плохим, или никаким. Или очередным. Или очередным. Сила апостолов в послании, и это задание от Бога. И ты не можешь не говорить, как сказал апостол Павел, по-моему. Мы не можем не говорить. Могу ошибаться. Кто-то из апостолов сказал, мы не можем не говорить. И это в старой моей первой бумажной Библии, которая до сих пор у меня дома, это подчеркнуто. Я тогда еще не знал, что мне придется жить в соответствии с этим словом. Мы не можем не говорить. И я не могу не говорить то послание, которое Бог дал мне. Не могу. Бог вообще интересно двигает людей по жизни. Никто не знает, кем мы станем в конце. Я немного позволю себе пошутить без сарказма. Хотел прийти на этот эфир с Тюбетейки. Забыл Тюбетейку дома. Есть такая тенденция забывать. Как, Латолий, у вас дела с узбеками? У меня друзья в Узбекистане. Я служил в Узбекистане. Я скучаю по Узбекистану. Первый раз я был в Узбекистане в 1985 году. Будучи пионером еще. И тот плов в обкомовской столовой КПСС я никогда не забуду. На Дастархане, на классическом. Под зеленый чай классический. Ферганский классический. Никогда не забуду. Когда вокруг той истории подняли хейт, это, знаешь, как заглянуть в чей-то дом, услышать, о чем говорят там. И сделать выводы, которые сделать невозможно, если бы ты был частью семьи. Мы были с моим другом в Самарканде, в Узбекистане. И я вспоминал как раз спустя ужас почти 40 лет, когда я оказался снова в Узбекистане. Мы ходили там, бродили, где-то фотались. И он решил мне подарить двух фарфоровых узбеков. Две статуэтки, которые там в сувенирных лавках продавались. И разглядев их, я увидел, что у одного в руках гранаты, плоды гранатовых деревьев, а у другого хлеб. И что гранаты, что хлеб, это определенные библейские символы. И я сказал ему, я верю в пророческое служение. И я верю в служение ангелов. И я сказал ему, дорогой, ты как будто мне узбекских ангелов каких-то высвободил. Ангелов заботы, обеспечения, щедрости вот этой восточной. Потому что я сам восточный человек. И для меня Восток это голос крови моей. Мне очень комфортно там. Мне нравится культура восточная, кухня восточная. И все про Восток. И когда я в проповеди сказал об ангельском служении, что либо вороны тебе принесут, как илии, либо какие-то узбеки, я имел в виду каких-то узбеков не в уменьшительно оскорбительной форме, что это какой-то второй сорт. Как можно сказать про ангелов Божьих, что это второй сорт? Как можно сказать про воронов, которые являлись прообразом ангельского служения для илии в тяжелый сезон, что это второй сорт, что это птицы недостойные? И как мог сказать я об ангельском служении узбекского народа для себя, то, что я имел в виду в контексте, что это люди второго сорта? Но некоторые очень внимательные мои слушатели почему-то решили, что я назвал азиатов людьми второго сорта. И опять же, это свобода слова. Опять же, это определенная игра с журналистскими методами, когда все, что сказано, может быть использовано против тебя. Я знаю контекст. Узбеки знают мое сердце. Бог знает, что я имел в виду. Потом один человек мне написал, Тюменский человек, написал, вы правда оскорбили или нет? А можете вы мне прислать фотографию, что у вас правда есть эти статуэтки? Я чувствовал, что что-то там не то, но я это сделал. Попросил сына, потому что я был в поездке, и сын сфотал. И это стало очередным таким веселым произведением медийным, когда Гельманов якобы пытался оправдаться, оно на самом деле вскрыл свои оккультные практики. Что я не знаю, я не смотрю вот этот продакшн, мне просто кто-то где-то говорит, это умиляет. И мне нравится то, что происходит. Потому что я никому не был интересен, делая то же самое до того, как Бог снарядил меня посланием. Я делал все то же самое, я жил точно так же, я проповедовал то же самое, но почему-то не было того, что происходит сейчас вокруг моей нескромной персоны. Что есть, то есть. И я каждый день благословляю искренне тех ребят, которые говорят обо мне несуществующие вещи. Я делаю это перед Богом, и я искренне хочу, чтобы Бог их благословил. Правда. Потому что так говорит Писание. Я должен это делать. Они не мои враги, но я должен любить людей. Я хочу иметь сердце, в котором нет оттенка ненависти или даже раздражения на тех людей, которые мыслят иначе. Тогда грош цена моей вере и моим убеждениям. Я был приобретен абсолютной любовью. То, каким я был, его любить по-человечески невозможно. Но Бог возлюбил меня прежде сотворения мира. Он любил меня, когда я был негодяем. Я хочу быть чуть-чуть похожим на него. Хотя бы в части любви. Супер. Ну, наверное, такой еще не заключительный вопрос, но последний вопрос, который и меня интересует, потому что я как-то все равно косвенно этого касаюсь, и большое количество людей. Что это за такой финансовый торнадо? Что это за вихрь такой? И куда вообще он дует? Что это за такое движение? Просто давайте расскажите нам. Это очень интересное откровение. Это не мое откровение. Это откровение моего пастора. Он увидел в видении торнадо, которое сносит на своем пути все. И он почувствовал, что Бог ему говорит, что пришло время разобраться со словом «невозможно». Невозможно, не мое, не могу себе позволить. И я просто из-за того, что мы одна семья, и мы в контексте похоже мыслим, я стал частью этого откровения со своим посланием. И я абсолютно убежден, что мы все дети Божьи. И достаток доступен каждому из нас. Но в Священном Писании также говорится, что изобилие доступно каждому из нас. Это все вопрос личного желания. Где я буду благодаря своей вере? Потому что со стороны Бога ограничений нет. Все ограничения накладываем на себя мы. Либо страхом, либо удовлетворенностью, либо ленью. Неважно чем. И мы согласились верить, что Божий народ, он будет приходить в это состояние финансовой свободы. Будет вырываться из слова нужда. Что слово нужда или необходимость, потребность, оно у нас переедет в те сферы, которые воистину духовные. Мы нуждаемся в том, чтобы люди спасались. Мы нуждаемся в том, чтобы чудеса происходили. Мы нуждаемся в том, чтобы Слово Божие распространялось. Мы нуждаемся не в еде, не в одежде, не в чем-то еще. Хотя Иисус и сказал, что нищих всегда будете иметь с собой. Но он не имел в виду, что и вы будете нищими. Потому что, читая послание Коринфянам, апостол Павел говорит, что, в принципе, апостолы, апостольская команда, они обладали всем необходимым для жизни. У них были дома, Петр с женой путешествовал, и другие апостолы точно так же. Они находились в труде, и они были со своими спутницами. Очень тяжело без жены. Имеющий жену, будь как не имеющий. Я более полугода в год, я не вижу свою семью. Я нахожусь на миссии. И одна из причин – это отсутствие финансовых возможностей. Одна из причин. И это наше решение. Но Библия говорит, что в апостолистском труде Первой Церкви были другие возможности. Благодаря щедрости и благодаря вере. Я не делаю ни богатства, ни нищету святой. Ни богатства, ни нищета не делают человека более святым. И ни богатства, ни нищета не являются признаком особой духовности. Но я верю, что Иисус сказал, нищие слышат радостную весть. Потому что дух Господень на мне. И какая радостная весть для нищего? Что ты не нищий. Что Бог твой папа, что он закрыл твои нужды. Что все свершилось. Теперь у тебя нет необходимости. Попрошайничать. Твои вопросы решены. Я в этом убежден. И финансовая торнадо – это то, что говорит Бог в Библии 2250 раз. Около 500 раз Бог говорит о молитве. Чуть меньше 500 раз или около того Бог говорит о вере. И 2250 раз Бог говорит о финансовом благополучии, которое приходит с его стороны. Как его желание к нам. И я абсолютно убежден, что то, о чем говорили мужи Божьи, вот эти искушения 3G, Голд, Глори, Гелл, они остаются искушениями, пока нет здравого, нетоксичного учения на эту тему. Потому что дьявол, он вор, он подражатель. Он не может ничего сотворить. И когда он искушает человека деньгами, он это делает, потому что у человека нет библейского основания в этой сфере. Когда дьявол искушает человека похотью, у человека нет просто библейского основания на эту тему. Когда дьявол искушает человека тщеславием, властью, просто у человека нет библейского основания. Потому что власть, она от Бога. Сам Бог – Владыка. Небо и земли, Господь господствующих и Царь царствующих. И если есть библейское учение о власти, что ты во власть приходишь как слуга, а не как рабобладелец, что епископство желает и доброго дела желаешь и прочие, прочие все эти вещи, точно так же, как в моральной, этической, сексуальной чистоте. Если будет здравое учение о семье, о браке, о сексе, то все будет хорошо. Никому не нужно будет искушаться какими-то странными вещами. И так же финансы. Если будет здравое учение о финансах, а не просто деньги – это вамона, деньги – это сатана, деньги – это зло. Если деньги – это зло, почему зла не хватает? То все будет хорошо у христиан. И это как мракобесие Средневековья, когда Библия была спрятана от простолюдинов, потому что она была на латыни, которую знали единицы. То и сейчас мы можем сколь угодно прятать от людей финансовую сторону библейского просвещения, но люди все равно, читая Библию, они найдут это однажды. И они зададут нам большой вопрос, почему вы молчали? Где моя жизнь с избытком? Где моя жизнь с избытком? Почему ты меня обокрал? Я думаю, что то, что Бог сделал в моей жизни, я не могу об этом молчать. Свидетельство – это то, что побеждает дьявола вкупе с кровью Христа. То есть это два компонента, необходимые для победы. И когда я говорю, что Бог благословил мою жизнь, не через райдеры, не через стяжание, не через то, что финансы церкви работают на меня. То, что вам инкриминируют. Да, вы инкриминируют, не понимая простых вещей. Если бы это было так, то правоохранительные органы, работу которых мы оплачиваем своими налогами, они бы обязаны были давным-давно принять меры в отношении такого беззаконника, как я. Но сколько раз мы проходили разного рода проверки, плановые, неплановые, и сколько реакций было от правоохранителей на заявления вот этих бдительных граждан, которые смотрят хейтерские передачи. Они же пишут заявления и в следственные комитеты, и в прокуратуру, и правоохранительные органы работают, опрашивают, проводят свою работу. И почему они тогда до сих пор не находят ничего? Плюс к этому, ведь ни один из прихожан нашей церкви за 17 лет ее существования, и за 20 лет существования моего служения в Тольятти, ни одного подобного высказывания или заявления почему-то не поступило от людей, которые даже сейчас не с нами, которые по разным причинам от нас ушли, с которыми у нас разошлись пути дорожки. Но ни один человек не может сказать мне до сих пор, что я финансово грязен. Нет такого человека. Ни от людей, которые были очень рядом, ни от людей, которые наблюдали за мной с дистанцией, ни от людей, которые были в средней полосе. До сих пор этого ни разу не произошло. И любой думающий человек, он в логике сведет это очень просто и скажет, так, а где тогда собака зарыта? Но очевидно не здесь. Но 10 заповедь не заканчивается. Там есть не писаная 11, не оправдывайся. Это я хожу перед Богом. И только он может своей суверенной волей как поставить меня, так и убрать меня. Как Иисус сказал, идет князь мира, а во мне ничего не находит. Насколько я понимаю, это служение про торнадо, то есть там собирали прям большое пожертвование, огромное количество людей, вы сами туда жертвовали. Вы сейчас строите некий апостольский центр. Расскажите, что это такое, для чего он, что это будет, что это за конструкция такая? Бог дал идею построить первый в России апостольский центр, чтобы начать развивать апостольское служение. Что это значит? Это такая большая площадка для обучения, наделения, освобождения даров и одаренных людей для тела Христа. Это не динаминационная площадка. Это площадка, на которой в безопасности будут чувствовать себя все, кому это остро необходимо. И что это значит? Мы хотим, чтобы это, ну скажем так, если есть молодежное служение, то нужны большие площадки не для того, чтобы просто вдохновляться какими-то потрясающими спикерами. Нужны еще большие площадки для того, чтобы обучать, наделять силой свыше и возвращать их домой, в свои поместные церкви, чтобы трудиться. Трудиться в рамках своего видения, трудиться в рамках своей, даже, может быть, динаминации или своего какого-то течения. Но с новыми, обретенными, скажем так, вводными, тех даров, которые у них есть. Есть служение предпринимателей, для этого тоже нужна такая площадка. Есть детское служение, для него нужна такая площадка. Есть служение поклонения, для него нужна такая площадка. Пастырское служение, для него нужна такая площадка. И много других. У нас в церкви семь площадок на сегодняшний день. И наша церковь также является апостольским центром, потому что на тех площадках, которые мы создаем, собираются люди из разных абсолютно движений, из разных течений. И ни один из них не стал токсичным для своей церкви, но он стал более эффективным. И Бог дал такую идею, если вы хотите верить в апостольское служение, то вам нужно создавать апостольские центры. И мы строим первый пока в России апостольский центр, и сейчас мы в моменте разработки проектно-сметной документации, с выходом уже на застройку, мы верим, что благодатью Божией мы все это сделаем. Мы не делаем это, мы не собирали пожертвования в своих церквях, мы абсолютно доверяли Богу, что если это проект такой общероссийский, может быть звучит громко, но на самом деле это не так громко, как кажется. Просто, может быть, из-за того, что наши персоны на слуху, это стало как-то более очевидно. Но мы говорили очень тихо, мы очень аккуратны в вопросах пожертвования, тем более то, что касалось такого проекта, это точно только Бог мог поговорить с людьми, которые бы хотели в это давать добровольное пожертвование. Все пожертвования мы собирали в белую, все пожертвования прошли через расчетный счет нашего ЦРО. И договорные отношения все с проектным институтом, с инженером сопровождения, все идут официально в белую. И мы делаем это абсолютно прозрачным и подотчетным каждому человеку, который захотел бы в этом иметь участие. Мы рискуем, потому что это впервые. Мало у кого можно этому научиться, но, слава Богу, есть у кого. Мы будем стараться учиться. Мы не такие влиятельные, чтобы каждую площадку сейчас наполнить под завязку, потому что это здание будет на 2500 мест. С большим ресурсным, офисным и классов для обучения. Общая площадь где-то 6500 квадратных метров. Нам придется много работать, верить в русские дары, собирать по крупице тех, кого Бог бы дал для этого проекта. И мы абсолютно не смотрим на то, откуда они будут. Если они любят Иисуса, если они верят в пробуждение в России, если они готовы служить и отдавать свой потенциал для того, чтобы развивались другие, мы будем рады все это видеть. Будем смотреть, что Бог будет с этим делать. Земля куплена, над проектом мы работаем. ТО, альбом уже собран. Все договоренности уже озвучены. И мы идем дальше. И думаю, в ближайшее время будет много свежих новостей. Уже верю. И 3D модель появится. И дальше мы уже будем говорить о том, куда мы идем. Если кому-то Бог будет открывать, что к этому стоит присоединиться. Это взгляд сквозь поколения. Давайте мы воспользуемся как раз этим подкастом, что технический человек, кто смотрит сейчас, допустим, как он может пожертвовать, присоединиться, быть, как участвовать в этом проекте, куда нужно написать. Или можем мы какую-то ссылку, давайте, если есть какая-то ссылка, может быть, сделаем в подкасте, если не возражаете. Я научен по всем идти через отношения. Поэтому у меня открытый профиль ВКонтакте. И любой человек, он может всегда мне написать. Я не реагирую на простой привет. Это не совсем то, что я хотел бы от тех людей, которым интересно со мной законнектиться. Но если человек мне пишет «Здравствуйте» или «Привет», и пишет, что у меня к вам такой вопрос, я гарантирую, что будет ответ. У меня нет секретаря. Я, кстати, тоже сам отвечаю на вопросы до сих пор. Считаю, что это по-христиански, это правильно. Иисус там, ну, сам, наоборот, включался всегда в процессы. Ученики не могли что-то сделать, и он включался. То есть можно написать вам в личку? Да, можно написать мне в личку. У меня никто в моих социальных медиа нет админов. Никто не сидит на моем контенте. Я все это делаю сам своими пальцами. Единственное, если медийщики мне дают какой-то готовый контент, то я его все равно сам запощиваю. Поэтому можно смело мне написать, я дам реквизиты ЦРО, куда люди смогут сделать любое свое добровольное пожертвование, если им Бог это откроет. И этот проект для поколений. Мы уже понимаем, что то поколение людей, к сожалению, которые повзрослели в церкви, в большей части, может быть, в силу тех обстоятельств житейских, не будет это так интересно. Но наши дети живут, они бредят этим апостольским центром. Они понимают, что это для их даров, для их перспектив. И мы хотим смотреть через поколения, на династии. Мы хотим смотреть туда. Если спросить меня, где ты сейчас, мне 70 лет, и я в апостольском центре, наслаждаюсь тем, как служат наши дети, и как входит вторая волна в это, наши внуки. Они подростки, они уже пробуют себя в подростковом служении и в разных служениях вспоможения в церкви. Кстати, наш сын до сих пор в медиаслужении в церкви служит, стоит за камерой послушанием. Кроме того, что он служит подросткому и проповедует, и помогает молодежному пастору, он до сих пор каждое воскресенье встает за камеру и трудится вместе с медиакомандой над контентом, на простом таком самом месте. До этого он в ашерском служении служил. Поэтому это проект для поколений, это проект далеко, это проект про Россию, это проект про полезность церкви для общества, это проект для абсолютно всех социальных и духовных слоев общества. Мы хотим видеть церковь чистую, святую, послушную Святому Духу, верную Священному Писанию и трудящуюся на благо созидания той земли, в которой нам Бог дал благодать жить и трудиться. И через успешную церковь, через успешных служителей это все будет еще ярче, ярче, ярче. Это далеко. Если вы готовы с нами это путешествие отправиться, welcome, места всем хватит. Супер. Ну, давайте мы будем переходить в такой блиц уже, да, отвечать. Я буду задавать короткие вопросы, отвечать, как там, да, в интервью. Можно быстро, а можно не совсем быстро. Вот. Мы сейчас делаем тоже такой проект, замечательное мышление царства. Ну, то есть это будет такое большое онлайн обучение. Вот, может быть, даже я вам потом дам информацию. Там я хочу пригласить большое количество разных людей туда, божьих людей, которые на этой площадке могли бы, ну, как бы, какие-то, сказать, такое основное послание. И вот первый вопрос тоже, вот, постарайтесь все-таки, ну, максимально коротко. Что такое мышление царства, вот, для вас, для Анатолия Гельманова? Что значит мышление царства? Ну, я вот, давайте, маленько, чуть-чуть, да, тоже, что... Я что увидел, что огромное количество верующих христиан, они пустили Бога в свое сердце. Знаете, у них такие большие сердца, они все хотят любить, но когда вот есть место, помните, да, что сердце, их далеко от меня устами чтут, а тут наоборот, в сердце вроде все нормально, а вот, ну, в голове, как бы, там большие проблемы, да, вот, у христиан, у верующих людей, да, и вообще у ценностей людей, у многих, там, вот, и с финансами, и с умножением, и с какими-то большими проектами. Вот у вас сейчас вот такой, это в бизнесе Big Hack называется, или Big Dream, да, вот такая большая мечта, за которую хотят эти люди. Вот что для вас мышление Царства? Что это? Это честный анализ, честный анализ образа мыслей твоих в течение дня. О чем ты думаешь? Иисус сказал, Иисус сказал, ищите прежде Царство Божие, все остальное вам приложится. Апостол Павел говорил, преобразуйтесь с обновлением ума вашего, чтобы познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Апостол Павел говорит в послании римлянам, потому что они не заботились иметь Бога в разуме, то Бог передал их во власть нечистому духу делать непотребство. Они заменили истину Божию ложью. То есть для меня мышление Царства – это наполнять истиной свой образ мышления. То, о чем я думаю в течение дня, истина ли это? Или это подделка, или замещение, или оправдание, или это какие-то стереотипы языческие, или не языческие, просто гуманистические. Я думаю, каждый человек думает. Каждый человек в 21 веке получает информации за день столько, сколько человек в 1 веке получал за один день. И мы всю эту информацию перелопачиваем в своей голове. Волей, неволей, сознательно или бессознательно. Я думаю, о чем я думаю в течение дня. И это по-честному. Никто не знает, о чем я думаю. Только Бог. И мышление Царства для меня – это когда в моей сравнительной аналитике я думаю о Царстве Божьем честно больше, чем о чем-то другом. Простой алгоритм. Excel-таблица в голове. Думал об этом – столько процентов. Думал об этом – столько процентов. Думал об этом – столько процентов. Думал о Царстве Божьем – 0,001%. У тебя мышление – не мышление Царства. Контрольный пакет где-то так. Супер. Мне неловко, но Бог празднует мои ошибки. Мне неловко, но он говорит – вставай, сынок, все здорово. Ты красавчик, потому что попробовал. Но мне было неловко в моменте. Но мне не стыдно. Потому что он лучше меня знает, с кем имеет дело. И это его выбор. Чем вы гордитесь? Вопрос сложный, но, скорее всего, сыном и дочери. И очень сильно своей женой. Очень сильно. Она невероятная Божья женщина. А горжусь, наверное, женой сложно гордиться, потому что она плоть от плоти и часть меня. Наверное, в этом будет доля тщеславия. Очень сильно горжусь сыном и дочерью. Тем, как они идут свой путь со Христом. Стараются. Самая большая боль, которую вам пришлось перенести в свою жизнь? Предательство. Как вы это прошли? Глядя на Христа. Кто ваши самые близкие люди сейчас, кроме семьи? За кого вы молитесь? Самый близкий – Сергей и Маргарита Сенокосова. Наши друзья. У нас есть прекрасная компания. Это все священнические семьи. Мои друзья. Пасторы. И каждый день я молюсь за Сергея Васильевича Риховского с Ниной Анатольевной. Благословляю их труд, их жизнь. Потому что я понимаю и чувствую, насколько тяжело по-человечески им быть там, где их поставил Бог. Молюсь за своих врагов, за своих хейтеров. Молюсь. Молюсь еще за одного священника, которому обещал, что буду молиться за него. За свою команду молюсь. Это потрясающие люди. И молюсь еще за двух человек, за их исцеление. Они в моем сердце, я чувствую бремя за них. Ну, естественно, мой папа, мой брат родной. Ну, им обещано, что они спасутся. Но я все равно за них молюсь. Если вы были на смертном адре, какие вот три главные ценности завещали бы? Ну, громко сказать, человечеству. У нас так громкий подкаст, да. Какие три главные ценности вы бы завещали? У Павла Стырю веру сохранить, течение совершить, подвигом добрым подвязаться. Супер. Мы говорили про книгу «Бизнес по-честному». Я вам ее подписал. Я прочитаю, что я здесь написал. Анатолий, честным быть выгодно. И у Бога большое «да», и маленькое «нет». Искренне Сергей Коростелев. Спасибо. Вам отправлю книжку. Не по почте, а так прям. Спасибо. Верю, что вы напишите свою книгу. Могу помочь. Есть люди, команда, кто может помочь. Христианские, нехристианские книжки писать любые. У нас получился отличный эфир. И я всегда задаю этот вопрос в конце. Я считаю, что у нас очень честный, классный, качественный эфир получился. Я думаю, его нарежут. Его снова обкатают. Вот я уже готов к тому, что и моя кандидатура зайдет на какие-то эти. Но я думаю, что мы открыли многие моменты, которые, может быть, людям непонятны. И знаете, если написано «Богу угодны пути человека», то он и врагов его приверяет с ним. Поэтому я верю, что, знаете, придет мир, придет, как бы, вот такая история, что то, что вы делаете, то, что есть в сердце, он начнет масштабироваться. И последний вопрос, он такой. Вот у вас есть машина времени. Машина времени, она большая. Анатолий Гельманов довольно-таки крупный мужчина. Все, вот вы попадаете в машину времени, возвращаетесь. Такой двойной вопрос. В какую-то точку в своей жизни, которая считает, наверное, такой самой важной. Может быть, это детство, может быть, юношество, может быть, это вообще вчера было. И вам есть возможность что-то себе сказать. У вас есть ровно минута. Вот ровно минута. Все, потом пшик обратно. Что бы вы сказали себе, тому Анатолию Гельманову? В дохристианское прошлое не хотел бы возвращаться. Я там ничего не могу изменить. Это был тот путь, которым вел меня Господь. И я знал, что его рука надо мной. Я это чувствовал, несмотря на то зло, которое меня окружало. Те события, которые мне вообще не хотелось бы повторять и видеть в чьей-либо жизни. Вернувшись, я бы, наверное, рискнул вернуться в первый день, 24 октября 2001 года. Что бы я сказал себе там, так же наивно верь во все, что ты услышишь о себе. Из Священного Писания, от своих священников, от Господа в тайной комнате, от своих друзей и от людей Божьих, которых Бог пошлет твою жизнь. Продолжай верить, продолжай верить, продолжай верить, продолжай верить. Больше мне себе сказать нечего. Все, что у меня есть, это вера. Как дар свыше, как благоволение, как неожиданная везуха, если можно так сказать. Ты на это не рассчитывал, но ты сорвал этот джекпот. И это не про то, что я имею. Это про оказыванную мне милость. Я каждое утро помню, кто я. Каждое утро я встречаюсь с собой один на один в зеркале. И я не могу сказать, что все, что есть в моей жизни, это я. Я не могу ничего, вообще ничего взять себе, как в долю моего успеха, успеха моей персоны. Для меня жизнь Христос, правда. А умер я в 98-м году, когда мне 60 дней оставили врачи. Но Бог дал мне в руки Евангелие. Хотя я спасен был спустя 3 года, но я не умер. Мне 60 дней, не через 90, не через 120, не через 365, не через тысячу с малым. А потом пришло спасение, а потом пришло исцеление. И у меня до сих пор медицинская карта в ней, она просто состоит из корочки с фамилией, в которой лежит моя флюорография. Одна. Потому что нужно было ее сделать во время беременности моей супруги. И это милость Бога. Наверное, так. Это был Анатолий Гельманов. С большим да и маленьким нет. Сегодня на канале Бизнес по-честному. Честные истории. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Обязательно комментируйте, что вы думаете об этом. С любовью, Сергей Коростелев. Вся команда Бизнес по-честному. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»